Вот мы сейчас с Саватевевым разговаривали. Я с Саватевевым тоже недавно разговаривал. Да, мы разговаривали с Саватевевым. Вот тебе прекрасный пример человека без эмпатии. И не психопат, и даже, в общем, в принципе, практически не рад. Он с этим согласился на эфир? Посмотри, кстати, там очень забавное интервью. А с ним все интервью очень забавные. Очень быстро уходят в какую-то неожиданную сторону. Да, но некоторые смотреть, хотя там, конечно, спасибо всем, кто написал про то, что он со мной и восхищается моим терпением. Правда, я не испытывала никаких вещей, которые заставили меня что-то терпеть. То есть, когда ты просто подключаешься к этому процессу, тебе не нужно терпеть, и достаточно наблюдать за этим, ну и там как-то пытаться направлять. Но это когда-то внутри процесса. Наблюдать такие вещи гораздо сложнее, чем их вести. То есть, смотреть интервью с Саватевевым гораздо сложнее, чем разговаривать с ним. Потому что, когда я видела его интервью, я думаю, господи, почему я сказала «да»? На что я согласилась. Потому что теперь уже поздно. Но это же какой-то кошмар. Это уже омерзительно. Я посмотрю последнее. Вот, а приходит Лёша, и всё. Прекрасно совершенно. Да, он тебя обнимет, скажет, что он тебя всю жизнь ждал вообще. Ну, это да. Это манипуляция уж такого, как манипуляция в исполнении человека, лишённого способностей к настоящей манипуляции. Вот, очень мило. Да, но потом ты, соответственно, читаешь сочувственные комментарии комментаторов и даже не знаешь, чем их утешить. Нет, мне было окей. Ну, вашу боль, я понимаю, и разделяю. В 2019 году BuzzFeed выпустил расследование, посвящённое беспределу рейнджеров, хранящих национальные парки в Африке и Азии. Как вы считаете, стоит ли жизнь браконьера, который отнимает рейнджера, жизнь слона, которых они защищают? Ну, это вопрос, на самом деле, не к биологу, не вопрос эволюции, это вопрос вообще политики больше. Ну, если у тебя есть комментарий на этот счёт. Ну, в Китае, например, за убийство большой панды положена смертная казнь. И рационально. И в интернете очень много людей, если вы посмотрите в Твиттере, да, которые симпатизируют людям гораздо меньше, чем пандам, это тоже довольно такое любопытное. Ну, как бы, если рационально подходить к этому вопросу, то, конечно, китайцев гораздо больше. Ну, у китайцев на самые высокие возможности. О, пошло, пошло. Пошёл утилитарист. Не, вы ешьте китайцев, это мы ещё в ролике про кандиджи год назад сказали. Вот, это не менее. С Алексеем Саватеевым здесь можно было до каннибализма договориться, вот в этом кандидже. Да, запросто совершенно. Я думаю, что у Саватеева нет никаких проблем с каннибализмом, рациональным использованием портоплазмы, неактивным. Нет, нет, ну, конечно же, это вопрос, на который у меня нет никаких готовых ответов. То есть, и вот это вот, как бы, у меня нет в голове весов, которые ставили бы, в которые можно было бы взвешивать жизни аргументированно. То есть, ну, если какой-нибудь, вот, ну, как, например, Дайан Фосс, которая занималась горными гориллами, и там просто она устроила войну вообще за эти горные гориллы, в конечном итоге в этой войне и положили. Вот у неё была чёткая совершенно установка, что все вот эти вот гнусные браконьеры, они гораздо меньше достойны жизни, чем вот эти вот гориллы, которые он защищает. И она просто воевала на стороне горилл, и, собственно, этим всё и закончила. Мне в этом смысле очень нравится то, с чего мы разговоры наши начали, потому что мы как раз начали говорить о том, что вот есть культура, которая обращается к нашей эмпатии, и эмпатия является просто нашей договорённостью о том, что мы в данный конкретный момент считаем ценностью, а и как мы отличаем людей, делим людей на свой и чужой буквально с помощью этой эмпатии. Я правильно суммировал? А в таком случае любые отношения — это властные отношения. И если говорить там про отношения к китайцам, к пандам и к жизни слонов, то вот вы в какой-то момент выбираете для себя высшую ценность, и в этот момент начинаете ставить на сторону гориллы, становитесь на сторону человека, либо становитесь на сторону слонов, и кого больше, тот и победит. К сожалению или к счастью, я не знаю, как вы считаете. Ты знаешь, это на самом деле очень-очень сложный и очень многоуровневый вопрос. С одной стороны, конечно же, человек, у которого есть какие-то… ну, который выбирает слонов и панд, и гориллы в этой ситуации, не нужно быть большим психологом, чтобы предположить некоторые проблемы в социализации, в межличностных отношениях. Поскольку если у тебя нет вообще привязанности к представителям твоего вида настолько развитой, что для тебя всё равно жизнь другого человека, она… То есть другой человек для тебя – это тоже человек, как тот человек, которому ты привязан очень-очень-очень сильно. Это может быть твои родители, это может быть твой супруг, твои дети. Если ничего этого нет, если у тебя нет каких-то вот таких базовых привязанностей, твоя потребность в групповой идентификации очень хорошо переносится на какой-то другой вид, который вот так вот перед тобой не виноватся. То есть люди мне насолили, а панды мне не насолили, поэтому я буду защищать панды. А это может… Ну, панды, ладно, панды там всё-таки другой случай, а вот сгоди. А это может быть неотрефлексированным случаем формирования… Сейчас я сформулирую просто хорошо, потому что это, на самом деле, очень интересная тема. Это может быть просто неотрефлексированным случаем борьбы за власть буквально, где ты навязываешь определённую схему поведения для того, чтобы в сложившейся социальной среде занять более доминантную позицию. Вот прям вижу. Мне кажется, у тебя профдеформация. Нет, да, ну, естественно, как бы, когда у тебя в руках молоток, всё вокруг кажется гвоздями. Да, да, но это очень интересная трактовка. Мне она никогда не приходила в голову и не смотрела с этой стороны, как, да, как, возможно, построить себе иерархию, в которой ты будешь занимать. Правильно ли я это понимаю? Да, да, нет, потому что ты занимаешь позицию морального камертона, где ты определяешь какие-то поступки, как абсолютно отрицательные, как поступки, которые должны в обществе отрицаться, встречаться с сопротивлением, да, и находясь в положении этого морального камертона, обладаешь значительной властью над другими людьми. И значительной властью влияет на их поведение. И это может выражаться в том числе через повестку, в том числе охранительную по отношению к животным, по отношению к чему угодно, на самом деле, совершенно. Это просто попытка формирования собственного культурного консенсуса и собственной ячейки власти. И это, да, да, совершенно согласна. И это частный случай того удивительного свойства нашего вида, опять же, о том, что у нас существует бесконечное количество горизонтальных иерархий. То есть наша иерархия, на самом деле, это не единая пирамида. Это сеть пирамидок, и каждый из нас может построить собственную пирамидку и сидеть на вершине ее. Вахтер – это вершина пирамидки из людей, которые хотят проникнуть в него. И каждая пирамидка еще вверх стремится над другими пирамидками. Да, да, да. Конечно, это борьба нарратива. Кстати, а зачем это делается? Одна из возможных причин – это борьба со стрессом. Потому что ничто не является… Ну, то есть вообще мне, кстати, очень нравится определение поведения вообще, в принципе, любого животного, особенно нас. Это… То есть цель любого поведения – это привести себя, вывести себя в оптимальный уровень стресса. То есть стресс – это вот такой график, где если слишком мало, тебе скучно, если слишком много, тебе тоже нехорошо. Есть некий оптимум. И твое поведение – это способы достижения этого оптимума стресса. И, соответственно, если стрессов… Я думаю, это один из факторов, потому что там еще есть стимулы и есть, соответственно, ожидаемый выигрыш от того или иного поступка, от того или иного поведения. Тоже является фактором, даже если по графе стресса ты находишься уже в зоне стресса. Нет, смотри, если ты находишься в зоне стресса, по графе стресса, для тебя занять как можно высшее, более высокое положение и загрести как можно больше ресурсов, это как раз понизить уровень стресса, потому что чем выше уровень буллерархии, тем выше твоя степень контроля над ситуацией. А контроль и предсказуемость – это единственные два механизма контролирования стресса. Просто помимо эквилибрума существует еще риск. И риск, который может на определенном этапе оправдывать твое движение в сторону большего стресса. При отсутствии, на самом деле, реального противодействия в какой-то момент. Тоже да? Да. Продолжение следует... You have one old message. Tuesday, 5.48 a.m. All representatives are temporarily visiting other customers. Can I speak to Camille? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok